Следователи провели обыски в офисах КГЛМ Авиа, а также в аэропорту Домодедово по месту приписки разбившегося лайнера. Изымается документация, связанная с деятельностью компании-перевозчика и с тем, что касается эксплуатации и техобслуживания воздушных судов. Готовятся допросить сотрудников, отвечавших за подготовку самолета и экипажа. Возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил безопасности полетов и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Транспортная прокуратура начала проверку и в аэропорту Самары. Дело в том, что именно там лайнер заправляли в последний раз перед отправкой в Египет. И вот сейчас специалисты изымают образцы топлива. И самая последняя информация из Египта. Генпрокуратура страны сообщила, что найденный на месте крушения бортовой самописец изъят для проведения расследования. При этом генпрокурор Египта дал согласие на участие российской стороны в расследовании причин крушения авиалайнера на Синае. Только что стало известно, что комиссия Межгосударственного авиационного комитета совместно с МЧС уже вылетела к месту авиакатастрофы в Египте. На борту разбившегося самолета было 224 человека. Завтра, 1 ноября, в России объявлен общенациональный траур по жертвам катастрофы. Первый канал внес изменения в свою сетку вещаний. В воскресенье с эфира сняты развлекательные программы. Кроме того, изменения есть и в сетке на сегодня. Продолжение следует...